Всем доброе утро! Утро моё сегодня началось. Ну, как всегда, надо приготовить завтрак. Поставила воду закипать на овсянку. И смотрите, что я здесь сегодня сделала. Здесь у меня водичка. Смотрите, что там лежит. Это Саше. Показываю, какое. Вот такие пакетики я купила. Это Курал Минеральные Саше. По-моему, здесь 4 микроэлемента содержатся. Ну, вот кальций, магний, калий и натрий, по-моему. Вот. Такое одно маленькое Саше. У меня уже вода закипает. Одно маленькое Саше на 1,5-2 литра воды наливать и настаивать минут 10-15. И в течение дня такую водичку пить. Вот сегодня у меня начинается такое нововведение. Проэкспериментируем. Потом поделюсь. Ну, а здесь у меня гречка. Зелёная, пророщенная. Сейчас буду убирать её в контейнер и в холодильник. Тут замочила ягодки. Это для каши. В соде всегда замачиваю. А это у нас овсянка сейчас рассыпала. Моя уже закончилась. Вот я высыпала в кашу готовить. И новую пачку сюда засыпала. В общем, работа кипит сам в утро. На улице сегодня прекрасная, солнечная погода. И посмотрите, какие одуванчики. Целое поле одуванчиков. Такая красота. Второй завтрак или уже обед. Время подходит к 12. Ну, пол-двенадцатого времени. Вот. А это уже, ну, пусть будет обед, наверное. Вот. Делаю овощи, как вы видите. Ну, хочу что сказать. Мне сейчас вот покупаю, если овощи замороженные, уже готовые, да, типа смесь. Но мне не нравится. Там написано, например, цветная капуста. Положат одну-две цветной капусты. Или там бруссельская капуста. Тоже две штучки на всю большую пачку. А в основном там морковка, ну, горошек, наверное. И вот фасоль такая зелёная. Всё. Ну, я уже давно сделала вывод, что лучше покупать по отдельности. Например, брокколи с цветной капустой. Бруссельскую капусту отдельно. Ну, и можно купить, конечно, овощи. Там будет морковка, может там горошек. Вот что-то. И миксовать. Тогда смысл будет. Ну, вернее, не смысл, а многообразие вашей тарелки будет значительное. А так, если отдельно смесь покупать, то не очень-то и приятно. Морковка и всё. И горошек. Больше ничего. Так что, если хотите многообразие вашей тарелки, с овощей, то покупайте эти овощи из мороженой по отдельности. Ну, что, добавила молочко кокосовое и фасоль. Сейчас всё это потушится. И можно приступать к обеду. Ой, гроздь. Ты видишь, кто танцует? Вот мы и ходили. А я мимо иду. А как вам праздник в хозе? Я не знаю. Ну, 19-го года. 19-го? 19-го. А я... А. Девятнадцатый. И.... Уйдай. Вот и зрители тут. Можно концерт уже смотреть. Да, я тебя не видела. Я иду сюда, смотрю. Все, отпились? Да. У меня уже все. Мне горло. Надо было водички с собой взять. На первый раз она мне пьет. А что 19 мая? Они будут выступать 19 мая? День пионера. День пионера. О, ну вот. Да. Пионер. Где у нас пионеры? Ка-ка-ка. Ка-ка. Ка-ка. Вот она, наша сладенькая Мне кажется, чего тебе кажется, все окей? Мне кажется, все окей Да Такие радостные все Вы поете Я говорю Они танцуют Поем они Кто что? А что нет? Ну я ж что там солнце Я ж не буду их снимать, одевать Вот зарядка хорошая, скажи Ну вообще, я даже скажу, что да Офигенный заряд О, покрутись, да Сможешь? Ха-ха-ха Ха-ха-ха Здорово Ха-ха-ха Они продолжают Не мешайте Танцевать А, нет, пока отдыхают Так я тоже иду Вот я еще успеваю Я специально иду сюда на пруд Иди, иди, что ты Ха-ха-ха-ха Все Полинка пошла гулять Вот такая встреча у нас была Встретились Она шла с музыкальной А я иду в больницу Пойду на повторный прием К гастроэнтерологу Понятно, что платный прием Посмотрим, что он мне теперь Мне скажет Сдала все анализы, которые он мне просил И сейчас я ему это все покажу Что он мне еще назначит пить Ну я думаю, что-то для Желчного Улучшенное, а не желчный отток Ну посмотрим Буду я права или нет Время есть Я специально вышла пораньше Чтобы сюда зайти Прогуляться А то уже несколько дней Сижу дома Вся в работе То домашние дела То фильмами занимаюсь Так что даже прям выйти погулять Погода, конечно, супер Хочется на улицу А вот никак не получается Поэтому вышла хоть чуть-чуть пораньше Чтобы хоть подышать И прогуляться Как говорится Белый свет увидеть Здесь, конечно, красиво Фонтаны Вот А то, что мы показали Те, кто танцевал Там Полинкина одноклассница танцевала Вот Говорят на 19 мая Теперь будут Опять день пионерии, что ли, отмечать И вот концерт, наверное, готовили Такие дела Не знаю Видно вам радугу Вот на этом фонтане Я вот вижу Вот с этой стороны Прям радуга Красиво Вечером будет еще красивее Они будут подсвечиваться Сейчас к вечеру, конечно, уже жары нет такой Даже, можно сказать, прохладненько Ну, приятная температура сейчас Наверное, градусов 20 Так Полина Куда собирается? На награждение К шести часам в школу Уже уроки, конечно же, кончились На научной конференции Звучит, как будто я уже Научная конференция Концертацию защищала Да, и по поводу что Этот проект, который вы писали, да? Ты сдавала И где еще на учительском каком-то там собрании Да Что это было-то? Что это было? А сейчас будут что Какие-то Что сказали? Призы, что ли, или что? Нет, места Места Ну, посмотришь Ну, в районе, типа, второе место Да? Да А придут все, кто был на этой конференции, да? Да Не знаешь? Ну, в общем, сказали им Вот так Полина нарядилась В юбочке В пиджачке Ну, в общем, парадная форма Вот Ну, сейчас придет, расскажет тогда Что там было, что там Кого наградили Сколько народу, да? Ну, все Мне страшно Да что страшно? Уж страшно и все позади Все сдала, все рассказала А это просто прийти в зале, посидеть И посмотреть, как награждают И все Ну, все, шагай Так, Полина зашла в квартиру И принесла вот такую грамоту Грамота награждается Модульна Полина Призер Значит, что же это такое Школьной Научно-практической Конференции Учащихся Шаги в будущее Вот Там было душно Мы под конец Я вижу, что красная какая-то Жарко, да? Там вообще можно Вот Ну, сняла бы пиджак Так там даже и без пиджака Там можно задохнуть Ну, что ж так душно Да, и там вот косметики Я сказала, что душно Ну, в общем, всем дали грамоты Да Одинаковые Мест не было, да? Да Не, ну, были те, кто там занимали Все-таки были места? Да А всем остальные грамоты А сколько мест? Три места было? Нет, первое Это призеры типа Первое место и призеры Ну что, готовлю смузи Здесь у меня уже молоко миндальное Положила сюда еще банан Гречку зеленую пророщенную Что еще? Что еще? А, лен положила Здесь набор ягодок Это какие? Это у меня клюква Ежевика Ананас Вишня Черная смородина Черника И малина Вот Весь набор этих ягодок Вот здесь Сейчас промою и засыплю А тут у меня сейчас замачивается в соде Петрушка И Роман салат И, кстати, забыла И сюда еще добавила рукола Она уже начала портиться Быстрее надо ее съедать Вот, кстати, очень экономно делать смузи В каком плане? Что Что-то начинает портиться Надо быстренько съесть Объем большой, например, той же зелени Куда? В смузи Так вы ее и не съедите в большом количестве Вот На заднем плане тут у меня Всегда шиповник теперь стоит Мы завариваем Вот Витамин С Ну что, вернулась я с больницы Что хочу сказать? Так хорошо мы побеседовали с данным доктором Такой немного, конечно, продвинутый в плане не только медицины, наверное Но он прям всеми руками, как говорится, ногами За здоровый образ жизни тоже Чтобы никто не курил, не пил, правильно питался Я так думаю, что я там с ним побеседовала тоже О нутрицологов Как я питаюсь Думаю, что он тоже что-то услышал от меня новое Тоже был удивлен, что вот Ну есть такие люди, например, как я Которые вот именно Думают больше о здоровье А он, наоборот, как бы ведет пропаганду среди своих больных Что вот, наоборот, не курить Правильно питаться Заниматься спортом Ну, в общем, так хорошо мы с ним побеседовали Ну, в принципе, из лечения Я, в принципе, так и думала Что именно, значит, Урсасан Вот Знаете еще что? Ну, значит, там Поговорили о моих диагнозах Да, все анализы задала То, что он просил Ну, вот И я принесла Думаю, он же будет спрашивать, например Что вы сейчас пьете Вот И И я взяла специально Все, что я пью То есть, все такие Ну, я бы их не назвала лекарства Это все-таки как Типа БАД лекарства Да, но все-таки, наверное, БАДы Сахер У меня еще оставались товары Сахер Поэтому я их сейчас пью Типа лецитина Потом пробиотики Потому что по анализам показалось Дисбактериоз Ну, мне кажется Дисбактериоз, он сейчас у всех Ну, когда случаются вот такие Воспаления, да Вот, когда Поджелудочное Поджелудочное Желчное То это обязательно, конечно, будет У вас дисбактериоз Нарушение уже двенадцатиперстной Потому что все идет По цепочке Весь ЖКТ сразу Воспаляется Одно Зависит от другого Ну, вот И я ему достала все эти коробочки свои Он, конечно, так улыбается Но он сказал Пейте, пейте Все, пейте Все правильно Все, пейте Так что Правильное лечение для себя Назначила Вот И вот это Турсасан А вот и Полина пришла У нее скоро каникулы И только что из музыкальной вернулась У нее там был хор И что, Полина, ты говоришь Еще в Тулу поеду 24-го Мы поедем в Тулу Там будут еще другие хоры Где-то около 300 человек будет Кошмар Ужас Где-то выступать будут Ну, она, Полинка сказала Вот я сама буду снимать Я постараюсь Да, постарается Конечно, со стороны ее никто не снимет Но 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 Кто? Даша А как? Она же тоже будет петь Это когда уже не будете петь Она тебя может снять А так-то Ну, ладно, со стороны снимешь там Где, что вы будете находиться Будет интересно посмотреть Так что заходите на ее канал Идущий за мечтой Следите за новыми видео Покажет Мне самой даже интересно посмотреть Вот такие дела у нас происходят Конец мая Май насыщенный Что у Полины Что у меня У меня вот дома дел много Никак не могу взяться за домашние дела Все В этих фильмах Сейчас вот Навожу порядок на компьютере Все надо почистить Перекачать на жесткий диск А у тебя Две контрольных сегодня не было Ну вот Две Не одна Две ты говорила по физике А вторая Вот У меня не было во вторник Я писала сегодня контрольный по алгебре Аааааааааа Вот так Я написала все Молодец Вот так. Вот сколько дел. Вот сколько дел. И завтра контролируем по геометрии. Вот так. Ну ладно. Полинке хорошо. И на следующей неделе самостоятельно. По вероятности статистики. У меня там половинчатый балл. Надо мне это все исправлять. У Полинки хорошо. Неделька осталась. И она на отдых. Три месяца отдыха. Три. Вот кому можно позавидовать. Решила приготовить курочку. Даже это не курочка. Цыпленок. Купила цыпленка на пробу. За одну штуку 300 рублей. И вот решила целиком запечь. Такой нежненький молодой цыпленочек был. Все отправляем в духовку. Замариновался. И будем ждать приготовления. Ну вот. Так что мне надо пить вот этот тур сосан. Про эти мои бады, которые посмотрел. Да. Сказал. Все пейте. Согласился с моим назначенным мной же лечением. Вот. Я думала он сам в курсе этого Айхерба. Потому что он так тоже вскользь упомянул его. Что наверное он тоже кому-то рассказывает про эти бады. Ну и еще так мы хорошо поговорили. Еще раз повторюсь. Друг друга поняли. Вот. Что самое главное. Поставил отваривать брополис цветной папустой. Ну да. Он тоже признался, что многие сейчас врачи. Конечно же не очень хорошо смотрят. Вот. На УЗИ. Вот видите. Мне пришлось ехать в Тулу. Чтобы хорошо посмотрел врач там. Есть вот этот осадок желчный. Густая желчь. Другими словами. Так сварилась у меня брок. Другими словами. Вот. Густая желчь. Вот. Ее нужно разжижать. Видите. Конечно длительно. Он мне назначил 3 месяца. Но я вот других тоже слушаю. В интернете. Да. И нутрицологов. И врачей. Кстати. Там нашла тоже одного врача. Гастроэнтеролог. Он сам. Ну и тоже. И нутрицолог еще плюс обучился. И он говорит. Что вот эти уж соса надо пить длительно. Вот. Где-то наверное даже до полугода придется пить. А еще одного доктора слушала. Это уже женщина. Она говорит. Она сказала. Что когда вы пьете вот эти данные препараты. Для разжижения желчи. Вам конечно хорошо. Все. Желочь хорошо. Свободно выходит. Но. Как только вы прекращаете. Все это пить. Опять. Желочь густеет. Но в принципе. Вот этот врач. Нутрицолога. Гастроэнтеролог. Он тоже сказал. Что. Может быть две причины. Почему. Может еще. Есть еще какие-то причины. Но он назвал две. Почему может быть густая желчь. Во-первых. У кого высокий инсулин. А. У других. Если например. Инсулин в норме. Вот как у меня. То. Может быть причина быть в низкой кислотности. Ну то. Что у меня низкая кислотная желудка. Это 100%. Я с ней живу всю жизнь. Как говорится. Мучаюсь. Отсюда все мои проблемы с ЖКТ. Вот. Поэтому. Пока он говорит. Вы не разберетесь со своими основными причинами. Желочь так и будет густая. Ну там еще. А вот эта женщина. Врач. Которая. Это врач тоже. Да. В интернете я слушала. Она сказала. Что да. Пока вы пьете это все. У вас будет хорошо. Как только вы бросаете пить. То. Желочь опять густеет. Густеет. И как говорится. Все возвращается на круги своя. Но она говорит. Что для этого можно пить уже растительные препараты. На постоянной основе для профилактики. Ну вот я. Вот эти как раз растительные препараты. Я их сейчас уже пью. Но может быть этого мало. Или может быть это такой долгоиграющий будет процесс. То есть. Я мне конечно хотелось бы побыстрее. Чтобы все это. Густая желчная. То что у меня там скопилось. Желочная. Все. Чтобы она вышла. Вот. Поэтому конечно для себя я приняла решение. Все таки постараюсь пропить. Но надо смотреть тоже внимательно. Потому что у всех бывают реакции разные. Подойдет лекарство. Не подойдет тоже. Вот. Начну пить. Кстати вот сейчас заказала. Надо сходить в аптеку получить. И. Потом. Если у меня все благополучно пройдет. И я полгода пропью. То вот потом я тогда перейду уже на растительное. На постоянной основе. Чтобы уже желчь вот эта моя не застаивалась. Тем более у меня же в полипе есть желчном. Это уже как говорится. Но еще знаете. Чтобы желчь не застаивала. Что еще нужно? Двигаться больше. Физическая нагрузка. Другими словами физкультура. Ну все. Все вам рассказал. Сейчас буду ужинать. И вот наша курочка готова. Аппетитно и красиво. Вот такой ужин. Курочка. Наша красивая. Очень вкусная. Вернее не курочка. А цыпленочек молодой. Я уже попробовала кусочек мяса. Прям нежная. Но немного не досолила. Ну и ладно. Соленое тоже вредно. Ну и сегодня не буду салатик делать. Видите брокколи и цветная капуста. Все. Всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok